приветствую вас дорогие друзья сегодня у нас на обзоре советский автомобиль малолитражка камаз 1111 она же око еще называют ее пешеная табуретка и капсула смерти также производилась заводом вас еще несколькими заводами это конец 80 90 года смотрим что у нас по характеристикам по характеристикам ничего не написано только циферки 1111 также у нас написан адрес сайта и уровень топлива машина на механике естественно автомат здесь можно поставить здесь также можно и левый правый руль поставить это вообще дичь конечно же так что у нас по установке мода мод ставится у нас вручную переписываем папочки с модом в папку с игрой и дальше нам нужно прописать код нашего автомобиля и все он заработает видим что даже в названии автомобиля здесь вот такую вот ахинею написали но по цифрам 1111 можно понять что это за автомобиль также можно ставить прицепчик вот я уже поставил прицепчик давайте посмотрим как превьюшка работает превьюшка работает отлично можно менять цвета вот можно под цвет нашего прицепа сделать ну давайте так и сделаем хорошо давайте посмотрим на нее уже в игре и так мы в игре видим что я угадал светом почти практически тот свет что из нашим прицепчиком почему я выбрал прицепчик обычно его не показываю чтобы показать вам какой зацеп обратите внимание я даже сейчас включу свободную камеру так и сейчас мы подлетим сюда поближе вот посмотрите как прицеп ставится обычная в city car driving этого не показываю но здесь заявили такую возможность что можно ставить прицепы то есть фаркопа здесь нету зацепной у нас въезжает в бампер вот такой вот ну я думаю что мало кто с прицепом ездить здесь в city car driving обычно люди развозят пассажиров как ни странно кстати про пассажиров давайте посмотрим можно ли их возить да можно возить пассажиров и грузы естественно можно возить убираем это все дело выключаем свободную камеру и давайте посмотрим как выглядит наша ока вот такая вот у нас кашечка тень нарисована нормально просто квадратик такой никаких прогалин нету как обычно бывает когда проблема с тенями фары такие вот мутноватая ближе не могу подсунуть ну вот так вот она выглядит кстати надо было все таки белый цвет выбирать было бы четче видно зазоры никаких не наблюдаю давайте смотреть дальше вверх вид капота и а наше рабочее место значок камаза мы узнаем но как я говорил здесь может быть и вазовский значок вполне себе ну что ж придем включению двигателя звук включения двигателя стандартно здесь не стали придумывать ничего впихивать свои звуки здесь стандартные звуки пробуем поворотники тоже также стандартные звуки индикатор что левого что правого поворота у нас единственный сигнальчик давайте проверим все звуки стандартные еще даже можно проверить парковочный да и парковочный тоже не свой звук так давайте пристегнемся хорошо все звуки осмотрели следующее мы тестируем включаем дождик раз пошел дождик так везде у нас капельки есть это уже хорошо включаем дворники смотрите у нас дворники даже стирают честно говоря я думал что здесь ничего не рабочие так сейчас посмотрим еще за линии стирания вполне себе нормально рабочие дворники конечно область стирания не такая как хотелось бы потому что здесь один большой дворник он получается стирает больше посредине лобового окна нашего хотелось бы чтобы чуть-чуть было смещено влево хорошо с этим разобрались теперь включаем ночь так ночь давайте туманную ночь чтобы было достаточно темно сейчас дворник у нас доработает последние капли все может выключаться видим что у нас подсветка нашего спидометра приборчиков у нас постоянная белого цвета когда мы нажимаем включить свет то у нас появляется стрелка вот сразу так незаметно а только вот так теперь появляется стрелочка хорошо это тоже нормально так теперь давайте посмотрим что у нас дальним индикатор дальнего света есть так хорошо следующее что мы глянем как это все дело выглядит снаружи смотрим на фарочки фарочки светят вполне себе хорошо дальние и пробуем поворотничек поворотнички четко выделены и хорошо видно есть дублирующие сзади тоже их видно заодно пробуем стопы стопы вообще сильно сильно сделаны очень хорошо видны стопы единственное что когда включаем стоп то текстуру фары практически не видно просто такой красный квадрат появляется ну ничего это просто при таком освещении хорошо перемещаемся назад за руль включаем день и давайте немножко проедемся и так самое внимательнее заметят что у меня в зеркале пропал прицеп я его отцепил потому что я начал движение с ним и машину просто начала со стороны стороны кидать а потом вообще подбросила чуть ли не в космос так что прицеп здесь считайте что не рабочий давайте попробуем без прицепа снимаем с парковочного пристегиваемся включаем двигатель так переходим на первую передачку и поехали сейчас опять же по грунту я проеду потому что мне нужно протестировать не будет ли эта машина взлетать дальше да все нормально руль конечно ведет ее шатает стороны в сторону но не подбрасывает так хорошо так уже можно и на вторую переключиться смотрите как резво мы едем я думаю что для океи это нереалистичные скоростью так сотня смотрите даже тормоза здесь вообще отличные то есть я сто одного километра в час 26 метров тормозной путь это чуть ли не рекорд для city car driving так я и успею сейчас на заправочку нырнуть наверно успею поехали на заправку здесь буквально рядом она все мы прибыли на заправку давайте здесь остановимся и будем подводить итог я заодно здесь заправлюсь потом еще немножечко на ней поезжу ставим на нейтралку ставим на стояночный сигнальчик еще попробую стандартные все здесь стандартные звуки и так будем подводить итоги по нашему камазу 1111 ок давайте посмотрим что у нас по интерьер чеку ну страшненькие конечно сиденька но я думаю что в те времена но так и было все такое заерзаная приборка очень простая здесь все очень простая я думаю что этот мод подойдет только знаете любителям данной модели модели вазов камазов ну я не знаю вполне себе нишевая такая машинка по индикациям здесь вроде бы все есть но вы видите какая здесь приборочка кстати тут можно вполне себе при при приблизиться поближе давайте поставим вот так вот вид так так вот так теперь у нас видно зеркальце и и получше видно приборочку то есть можно еще регулировать все все видим что все у нас сделано очень даже простенько нету никаких текстур высокого разрешения каких-то там крутых текстур кожи здесь все довольно таки простенько сделано звуки здесь стандартные дворник работает по звукам стандартно все так и по внешке по внешке раз переходим на внешечку двигатель можно уже тушить внешка также довольно таки простенькая естественно никаких экстр в этом автомобильчике нету фаркопа здесь нету насчет прицепа он якобы доступен я обычно не тестирует и прицепы но сегодня решил единственный раз протестировать при записи и получился казус машину подбросила прицепом она не может ездить к сожалению не по пересеченной местности не по дороге тоже довольно таки простенькая моделька свет у нас все нормально светится дополнительных подсветок здесь нету видим что логотип камаз смещен в получается правую сторону вот такой вот у нас вот такая вот у нас ака спасибо что посмотрели мой обзорчик надеюсь что вы подписаны на мой канал жду вас на новых обзорах до новых встреч до новых встреч